Всем привет! Сегодняшний сюжет относится к тем видеороликам, в которых мы отрабатываем ваши просьбы. И дальнейший разговор пойдет о магнитном толщиномере. По сравнению с самым дешевым электронным толщиномером, магнитное устройство обойдется вам примерно в 5 раз дешевле. При этом говорить о его неточности не приходится. Но главным аргументом в пользу магнитного толщиномера является то, что хоть он и не точный, но все равно позволит определить подкрасы, либо шпаклевку. А вот так ли это на самом деле, мы сейчас постараемся выяснить на примере конкретного автомобиля. К примеру, возьмем капот конкретного автомобиля. Я могу с уверенностью сказать, что он крашен, но крашен он аккуратно, и поэтому толщина лакокрасочного покрытия находится в заводских пределах, примерно 110-120 микрон. Итак, берем наш толщиномер, и здесь крайне важно то, как вы будете его прикладывать к лакокрасочному покрытию. Если мы его приложим вот под углом, то он покажет нам толщину лакокрасочного покрытия примерно в 200 микрон, 175-200. А если не знать историю автомобиля, то можно предположить, что здесь при таких значениях примерно два слоя краски. Но если мы поставим его строго перпендикулярно к плоскости капота, то тогда его значения уже будут более правдоподобные. Мы можем увидеть вот 120-110 микрон. Теперь то же самое место мы промеряем более точным и более дорогим прибором. Его показания 108 микрон. 108, 109, 110. Собственно говоря, они ненамного отличаются от магнитного толщиномера. Теперь переходим к тому месту, где я точно знаю, есть шпаклевка. Здесь была небольшая царапина, которая лично меня немножко напрягала, и ее устранение превратилось в небольшой кузовной ремонт. И вот, собственно говоря, толщиномер нам показывает здесь уже слой 233, 220, 280, 246, 230 микрон. То есть это говорит о том, что помимо слоя краски и лака здесь еще есть шпаклевка. Магнитный толщиномер, который я подношу строго перпендикулярно к лакокрасочному покрытию, в этих же местах показывает примерно 250, 240, 200 микрон. Видно хорошо на камеру. Его показания совпадают с дорогим электронным микрометром. Но если мы немножко изменим угол, то уже будет видно, что его показания порядка 300 микрон. Поэтому я считаю, что при использовании магнитного толщиномера крайне важно выбирать угол, под которым вы его подносите к лакокрасочному покрытию. И еще один тест мы проведем через виниловую пленку. В этом месте толщиномер электронный профессиональный показывает 225 микрон, 223, 226. Теперь берем наш магнитный толщиномер. Отрывается на отметке между 250 и 200 микронами. То есть, грубо говоря, он показывает нам тех же 225 микрон. Итак, эти три замера дали нам возможность понять, что неточность магнитного толщиномера можно считать условной. Так как если сравнивать его, например, с электронным устройством, то там фиксируется точная толщина лакокрасочного покрытия. Здесь же приходится ориентироваться на показатели между 100 и 150 микронами, между 200 и 250 микронами и тому подобное. Но, тем не менее, визуально ориентируясь на шкалу толщиномера, можно достаточно точно измерить толщину ЛКП. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что этот девайс крайне удобный и полезный. И единственный его минус – это невозможность замера толщины краски на цветных металлах. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok